Фил Борисович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы приговор мягким или, например, справедливым? Ну, про справедливость здесь обсуждать, наверное, не приходится, когда человек, у которого просто читает лекции, просто проводит дискуссии, содержание у которых нет никаких вопросов, что это там экстремизм или поощрение терроризма или еще какие-нибудь ужасы. А вот просто за факт проведения лекций и дискуссий дают 4 года условно, ну, наверное, это вряд ли можно назвать в какой-нибудь нормальной стране справедливым. С другой стороны, является ли этот приговор мягким? Ну, по нынешним временам, когда вообще неизвестно, сколько времени в тюрьме придется провести тому же Алексею Навальному, ну, наверное, это мягкий приговор. Что вы лично сегодня ожидали? Какие у вас были предчувствия и предположения по поводу итогов этого процесса? Ну, я все-таки надеялся на то, что наша власть не до конца озверела. И женщине с двумя детьми, причем третий ребенок у нее умер за то время, что она находилась под домашним арестом, что женщине все-таки не будут давать реальный срок после двух лет вот этого вот домашнего ареста. Но я был готов ко всему, потому что если у прокуроров явно, сведомо Москвы, повернулся язык попросить пять лет реального срока, ну, здесь можно было ожидать всякого. Как вы готовились помогать в этой ситуации? Как мы помогаем всем политзаплюченным, которые обращаются к нам за помощью? Это работа наших адвокатов, это взаимодействие с семьями. При этом нужно понимать, что эта ситуация является для меня принципиально важной. И, собственно, то, что мы сейчас готовим, это списки персональных санкций. И если бы приговор был бы с реальным сроком, я абсолютно убежден, что разговор бы о персональных санкциях распространился бы и на людей, связанных с этим приговором. Ну, а в принципе, это дело, вот вы говорите, что для вас, особенно для вас это важно лично. Насколько вы связываете вообще существование этого процесса, этого дела с собой, своей фигурой? Насколько оно адресовано было вам? Мне сложно копаться в головах у этих слегка уже невменяемых людей, но я полагаю, что вряд ли фигура человека из Ростова-на-Дону в такой жесткости привлекла бы внимание Москвы, если бы те люди, с которыми у нас уже много лет ведется персональная дискуссия, в это не вмешались. Я имею в виду про Путина и его ближайшее окружение. Вмешались каким образом? Вы имеете в виду, что вот эта жестокость, она как бы как раз и коррелируется с участием Путина? Я абсолютно убежден, что когда дело ростовской активистки, совершенно незамешенной и необвиняемой ни в каких силовых действиях, подписывается на уровне заместителя, председателя на тот момент Следственного комитета, на сегодняшний день генерального прокурора России, ну, это означает, что ситуация далека от нормальной. Наверное, предполагалось, что все мы, и вы, и я, и все люди, придерживающиеся каких-то определенных взглядов в том же Ростове, сделают выводы из дела Анастасии Шевченко. Как вы считаете, какие выводы в результате сделаны были? Были ли люди запуганы самым фактом этого дела, его масштабом, таким долгим нахождением под арестом, вот всем, что происходило с Анастасией? Ну, конечно, нормальные люди, обычные люди, они запуганы тем, с какой жестокостью власть разбирается с активистами, занимающимися, я еще раз говорю, обычной общественной деятельностью. Конечно, это приведет к тому, в целом, что движения, и наши движения, и движения другие аналогичные, они радикализуются, ну, просто за счет того, что в них останутся только те люди, которые готовы к таким рискам. Нужно ли это власти? Ну, я так подразумеваю, что на этом этапе уже нужно, потому что их единственная надежда, единственная надежда Кремля на сегодняшний день, это не допустить проникновения вот этих вот идей, идеи о том, что Путин после 2024 года становится абсолютно нелегитимен, не дать возможности этим идеям проникнуть в широкие массы людей. Это непросто, потому что, как мы знаем по опросам, так считают 48% наших сограждан, но при этом эти сограждане, которые уже готовы это отвечать на опросах, понимая, что в условиях авторитаризма опросы не являются полностью закрытыми, то есть их фамилии могут быть известны, вот они на это уже отвечают, но еще не готовы за это бороться, вот то, на каком уровне это хочет остановить власть с помощью вот таких процессов. Получится ли у нее? Думаю, что нет. Но произошел отток активистов из-за открытой России? Да, конечно, в свое время, когда вот произошел этот арест, те люди, которые были не готовы к вот таким вот решениям в отношении себя, к таким жертвам, они, естественно, ушли. И, конечно, на мой взгляд, те люди, которые остались, они более жесткие и более радикальные. Сейчас, надо заметить, такая же ситуация происходит со штабами Навального, потому что сейчас они испытывают, на мой взгляд, аналогичное давление, ну или в ближайшее время будут испытывать, и в результате власть получит гораздо более жестких людей, чем это было раньше.